Здравствуйте, уважаемые зрители! Это снова я, это CryptoSpy, это мой следующий обзор криптовалютного рынка на русском языке. Итак, начинаем. Давайте посмотрим на котировки ведущих криптовалют согласно сайту CoinGecko. И здесь видно, что за последние 24 часа ключевые криптовалюты зафиксировали такое приличное снижение. Вот на графике, как выглядит вот эта коррекция, которая произошла очень резко вчера. И на самом деле есть новости, которые еще вчера в это время появились, объясняющие вот это снижение. Вот вчера вышла такая новость, что комиссия по срочной биржевой торговле и Минюз США предъявили обвинение владельцам криптовалютной биржи BitMEX. То есть здесь практически говорится о том, что у них уже претензии к этой криптовалютной бирже, что они практически там работали на платформе по деривативам, которая практически не регулируется, которая достаточно опасная для людей в США. И на самом деле, если посмотреть на сайт CoinGecko, на exchanges, и если посмотреть, где находится BitMEX, давайте я хочу это показать. Она практически, поскольку я понимаю, здесь даже и не отображается. То есть есть криптовалютная биржа BitMEX, но BitMEX она практически здесь не отображается. Давайте посмотрим, если она входит в другие практически там топ не 100, а топ 200 BitMEX. Она и здесь не входит, то есть она не отслеживается на самом деле активно с сайтом CoinGecko. Что я хочу сейчас сказать, поскольку я понимаю, конечно, здесь практически криптовалютное сообщество начало активно обсуждать эту тему. Вот здесь Джеймсон Лоб, достаточно известный Лоб, достаточно известный такой криптовалютный энтузиаст. Он еще сразу вчера, когда произошло это событие, прокомментировал его в своем Twitter аккаунте. И здесь говорится, что вот у самого BitMEX предполагается, что есть очень большое количество биткоинов. Вот, например, здесь можете посмотреть на график, который оценивается, то есть у них примерно 200 тысяч биткоинов или 193 тысяч биткоинов. По данным, если не ошибаюсь, Glassnode, который оценивается в примерно 2 миллиарда. И, соответственно, идея такова, что если государство в США закроет как-нибудь эту биржу и заблокирует их средства, вот эти биткоины, вот это 2 миллиарда, или если государство возьмет эти деньги и продаст эти биткоины, то есть там будет большой такой дамп на рынке, то есть они выбросят большого количества биткоинов на рынок и, соответственно, предполагается, что это может обвалить цену с одной точки зрения. И, конечно, Джеймсон Лобб также написал, что ему интересно, вот если, например, у них вот эти мулти-сигничер сетап, чтобы они практически, биржа в самом плохом случае не позволила властям США, чтобы взять вот эти биткоины. И, конечно, они уже отслеживают до следующего практически вывода денег, когда клиенты начинают выводить деньги, отслеживают время и, соответственно, смогут ли клиенты начать выводить свои деньги при такой ситуации. На самом деле эта тема очень активно комментируется в криптовалютном пространстве сейчас, также это комментируется очень активно на криптовалютных форумах. Что я хочу сказать, что, конечно, это такое событие, говорящее о том, что такое может произойти с другими биржами, которые практически не соблюдают правил в определенных там местах, где они работают или зарегистрированы. И, соответственно, это в известной степени удар по криптовалютному рынку, когда из-за каких-то неправильных действий в каком-то государстве биржа может быть заблокированной. И если средства будут тоже изъяты или заблокированы, это удар по криптовалютному рынку. На самом деле, я что хочу сказать, с моей точки зрения, все это говорит о том, что необходимость, чтобы начали развиваться не централизованные, а децентрализованные биржи, все больше и больше необходимо, чтобы практически децентрализованные биржи, они были более развитыми, более востребованными, чтобы вот такие события не происходили. Это, на мой взгляд, то есть я уверен, что вот это еще один толчок для развития децентрализованных приложений, децентрализованных бирж. На самом деле, я просто хочу сейчас на графике показать, как вот это событие повлияло на график биткоина, потому что мы его очень часто обсуждаем. Давайте посмотрим, соответственно, реакция биткоина. Это дневной таймфрейм. Вот оно практически падение, которое началось вчера. Биткоин вчера снова приближался к уровню 10 900, 11 000 примерно. И после этого резко упала цена. Таким образом, получается, что вот та линия, которую я проводил недавно, я на своем блоге на Leo Finance откомментировал, вот практически линия сопротивления снова сработала в качестве сопротивления для роста цены биткоина. И он не смог его пробить в это время. Вот график снова начал снижаться. Конечно, мы должны все-таки понимать, что здесь есть и линия поддержки, которая формирует на самом деле этот треугольник. Давайте я сегодня не буду детально обсуждать биткоин, но сейчас биткоин получает поддержку в нижней части этого треугольника или, соответственно, как говорится, на этой восходящей линии, которая является поддержкой. Будет интересно, если поддержка сможет сохранить цену биткоина и развернуть его снова вверх. Видно, что мы подходим к концу этого треугольничка. Посмотрим, что произойдет. Мне самому также это очень интересно. Последнее, что хочу сказать. Вчера DTube запустили свой mainnet, основную сеть. Соответственно, поздравления сообществу DTube и экосистеме, имеем в виду DTube. Токен, их токен начинает практически иметь стоимость. Можно его уже покупать и продавать на централизованной бирже Ionami или Ionami. У них тоже аккаунт практически в соцсетях. Можно практически почитать всю вот эту информацию по поводу листинга токена DTube. На самом деле, вот она практически эта биржа. Я уже на эту биржу посмотрел. Получается, что ликвидность у токена DTube, который с вчерашнего вечера начал здесь торговаться, минимальная, то есть почти нулевая. То есть здесь было несколько символических сделок. Здесь есть практически ордера на продажу и на покупку. Но видно, что марш практически или спред достаточно большой. Посмотрим, если торговля на этой бирже токенами DTube раскрутится. Поскольку понимаю, разработчики DTube, они озвучили, что очень скоро они попытаются выложить и токен DTube на биржах как HyperEngineer и Uniswap. Так что будет интересно, какая цена сформируется в первый месяц торговли токенами DTube. Но это говорит о том, что, друзья, если вы пользуетесь DTube, уже когда выкладывают видео, если вас лайкают, вы получаете в дополнение эти DTube токены, которые можно уже обменивать и получать другую криптовалюту за свои токены. На самом деле у меня на этом все. Спасибо за ваши просмотры. Желаю вам удачного дня и до следующего обзора. С вами, как всегда, в это время был AdKiruSpa.